МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Проходите. Давайте проходите в мастерскую. Ну вот, это моя лаборатория, можно говорить. Вы находитесь вот в моей мастерской. Где? Ну, буду говорить, что здесь вот зарождаются мысли, небольшие эскизы, как бы лаборатория такая, мастерская, студия. Здесь я живу, можно сказать, ну, духовно живу здесь. И поэтому многие проекты здесь, они как бы зарождаются. А потом уже для осуществления вот в размере, в большом размере у меня есть другая мастерская, где, значит, мы осуществляем уже в материале, в камне, в бронзе. Там это, будем говорить, что производственный цех. Здесь вот, допустим, ну, ряд таких моих творческих работ. Это вот, значит, югославский художник Зогдича Колли. Я люблю вот и творческие личности вот выражать, потому что, видимо, для меня это ближе. И мне интересны вот их, ну, образы. Здесь есть Константин Иванов, это рабочая модель. Также вот и Яковлев Иван Яковлевич, это рабочая модель в бронзе. Потом это, значит, было осуществлено в Ульяновске стоит, в сквере там. Вот. И так вот ряд вот таких вот эскизов, которые, значит, делаются, потом все это осуществляется. Ну, допустим, даже вот такие вот, подсвечник, вот, допустим, Адам и Ева. Ну, это уже чисто для души вот такие вот работы делаются. Вот в творчестве очень интересно получается. Вот понимаете, вот, когда идет от души, когда что-то нравится, или там красивая пластика, или там содержательность какая-то, вот видишь в этом человеке, ну, неважно, кто это такой, ну, хочется его просто завпечатлеть, сделать вот в работе. А если еще это совпадает, допустим, его внешнее, да еще и содержание его, так сказать, ну, с той специальностью и так далее, то это здорово. Вот, художник Силов, да, вот, мне в этой работе чувствуется мощь изнутри, да, и он в жизни такой, вот, он художник, он путешественник, он, значит, много стран объездил. Взгляд вот, ну, из вот, как бы, его, ну, такой мощный взгляд в жизни. Конечно, там, сто процентов, похоже, он и не старался делать, потому что скульптор, он, он ищет очень такие отдельные элементы, которые вот мало кто другие замечает, простые люди. Скульптор замечает цельно. И он мне подарил, лет семь вот здесь стоял у меня этот портрет, потом я ему отдал, я говорю, понимаешь, ты живешь, ты еще работаешь, у тебя кухня, и выставляться тебе надо, и все такое. Ну, в общем, мы тут не делим как-то, это моя голова или, там, твоя работа. У нас уговоров не было, мы просто сидели, он как-то заварился, говорит, да, это, ты просто это, тогда еще молодой был, лет 15-20 назад, это, давай я сделаю, вот, получился этот самый, и он быстро это сделал. Бывает, вот, ну, пришел просто на час, на два я это начинаю лепить, ухватывая вот это вот содержание сразу, и потом я, значит, мне уже не нужен натурщик, то есть тот объект, который мне должен, значит, позировать, он будет мешать уже. Мне нужно войти в этот образ уже и самостоятельно вот этот образ выразить. То есть получается, получается так, что в какой-то момент он нужен для острого восприятия, и потом он уже не нужен для того, чтобы дать возможность художнику разобраться в этой вот ситуации. А если будешь просто лепить, это, получается, копию ты делаешь, муляж. Вот бабка Федосия. Вот эта бабка Федосия, скульптура в бронзе, то же самое, я просто с улицы, так сказать, познакомился с ней, пригласил, сделал вот моментально из нее, увидел в ее глазах всю жизнь пройденную. Это и война, это и печаль, это и, значит, тяжелые моменты и так далее. Все выражается в глазах заостренно. Вот та характерная черта, которую вот ее видит художник и выражает, и это очень ценно, понимаете, ценно. А если вот бывают заказные работы, ну, надо сделать, вот, ну, какой-то достойный человек, ну, вроде бы, да, ну, он мне неинтересен по пластике, по, ну, не знаю, или лицо там, ну, не столь выразительно. Ну, ты с трудом будешь это выполнять, и это все равно будет заметно, что это не от души. И в этом случае будет видно, что это заказная работа, это принудительная художнику, в общем-то, работа получается. Ну, если это от души все сделано и так далее, ну, конечно, ты с ними живешь, ну, как бы общаешься. Мне здесь очень уютно оставаться, понимаете, поэтому большая часть жизни проходит, наверное, здесь, в мастерской. Ну, композиции, которые вот задумываешь, они стоят как встречные предложения, да, там на полках, вот, что бы хотелось сделать. Но не всегда находишь заказчика, не всегда, значит, это выполняется, и поэтому они на полках так и лежат, ждут своей участи. Истоки мастерства Владимира Нагорного в таланте, которым щедро одарила его природа. В 9 лет он твердо решил, что будет художником. А в школьные годы лепка из пластилина и глины увлекла его настолько, что он посвящал ей все свободное время. Десятки фигур их заполонили в веранду дома, где юный Володя устроил мастерскую. Сам я родом из Ульяновской области, мои родители Чуваши, я сам Чуваш. Все больше и больше мне хотелось о Чувашии знать. Своебразный народ, своими глубокими традициями истории, глубокой истории. Ну, в детстве, ну, было увлечение, да, увлечение, лепил, рисовал. Это было для меня, как бы, видимо, это по душе. Потом, уже когда повзрослел, там у нас в поселке был такой, уже можно сказать, постарше меня, но о нем говорили как скульптор, да, который поступил в художественное училище в Пензу. Вот, на отделении скульптуры Володя Григорьев. Ну, и вот он меня настраивал. Давай, у тебя получается, и тоже поступай в училище. Я, значит, тоже потянулся, вот. А училище очень сильное, древнее, можно сказать, старое. 1895-го или 1898-го года, в общем, образовалось. Это тогда еще передвижники были, это имени Савицкого называется. Вот. А училище с традициями большими, реалистическими, много мастеров выходило. Поэтому, в принципе, было интересно там учиться. Я вот там проучился 4 года, вот. Ну, а потом, как естественно, многие стараются дальше учиться, и поступил в Московский Суриковский художественный институт. Когда еще в начале обучения в училище, нам казалось, что мы такие там гениальные, чуть ли не Микеланджело, да. А потом, значит, начинаешь обучаться дальше, там, в институте и так далее. Все уже у нас, как говорится, профессора великие наши, там, Бабурин, ну, показывает, ну, как бы, вот, обучая, мы понимали, что чем больше знаешь, тем меньше, чем больше обучаешься, тем меньше, как будто ты знаешь. Это жизненная истина такая. Муза искусств. Это одна из первых моих композиций монументальных. Ну, после этого, как говорится, осуществив эту большую самостоятельную работу, конечно, художник приобретает уверенность в том, что он справился. И после этого уже, как бы, вот и другие работы пошли. Рельефная композиция – одна из самых сильных сторон таланта Владимира Нагорного, признают искусствоведы. Добровольное вхождение чувашского народа в состав русского государства – дипломная работа Нагорного. Получившая самую высокую оценку и похвалу Государственной экзаменационной комиссии. На рельефе – встреча Ивана Грозного с чувашами. Это произведение и сегодня остается одним из редких по масштабу и замыслу монументальных рельефов в чувашском искусстве. То же самое можно сказать и об удивительно красивых рельефах, обрамляющих постамент памятника Константину Иванову перед зданием Чувашского драматического театра. Впервые тогда я как скульптор вышел через Министерство культуры России. Тогда непозволительно было без утверждения Министерства культуры России именно в бронзе памятник. Но я вот прошел этот этап, там был председатель известный скульптор Комов, и довольно-таки он хорошо отозвался о памятнике, о рельефах, о трагизме. Вот человек 25 лет прожил всего. Понимаете? 25 лет, еще как дети у нас сейчас. А он тогда уже вот такую поэму написал. Он как будто по сущности своей, по пониманию, это как взрослый, зрелый мастер, да? А всего 25 лет. Вот, понимаете, вот эта вот поэма Нарспи. Настолько содержательная и жизненная. Ну, да, там. Я и на чувашском читал, и на русском читал. Вот. Понимаете, в чем дело? Это вот через его вот такой вот какой-то надломленность, скрещенные руки, трагичность, болезнь, ну, предчувствие гибели своей. Вот это вот найти вот надо было. Главное что-то в композиции. Всегда надо находить главное что-то. Если это найдешь, если ты попадешь точно, то это хорошо. Параллельно с работой над этим памятником Владимир Нагорнов выполнял и другой важный заказ совершенно иного плана. Страшный пожар в деревне Эльборусова Мариинско-Пасадского района унес жизни 110 человек. Об этом событии необходимо было рассказать в мраморе и металле. И во сне приходило, да, и по ночам не спишь, потому что, ну, как бы соучастником того события становишься. Всегда вживаешься в ту ситуацию. Каждый день, если видеть вот эту трагедию, да, и так тяжело близким там матерям, близким людям. И вот пошел через другое. Другую. Это Стелла. Ну, там декоративный, охваченный огнем. Мальчик левой рукой, он, значит, просит как будто вот уже помощи, да. Вот он взлетает, охваченный огнем. И вот те дети, они в виде птиц, стрижей, кружатся как бы вот над этим местом. Они вот олицетворяют, как бы это души этих детей, понимаете, души превратились. И вот они улетают или летают над этим местом. Вот такой иносказательный подход, это в искусстве вот очень важно найти, чтобы оно и напоминало то событие трагическое, и в то же время каждый день душу не раздирало. В 2003 году на берегу Чебоксарского залива, в окружении многочисленных фонтанов, быстро, как по мгновению волшебной палочки, вырос монумент матери, одно из самых известных произведений Нагорного. Размер памятника грандиозен и превышает все созданные до этого в республике скульптурные монументы вместе с постаментом 46 метров. Поражает и то, что все этапы выполнения скульптуры, от увеличения ее формы, выкладки из медных листов до сборки фигуры, впервые осуществились в Чебоксарах. В итоге мать-покровительница стала символом гостеприимства столицы республики. Без нее мы уже не можем представить себе Чебоксарский залив. В 2003 году мы поставили эту работу, но она органично, здесь прижилась работа, ну, грамотно архитекторы все спроектировали, вот, на Косогоре, с заливом рядом. И вот сейчас, если представить, убрать эту работу, да, ну, если убрать, не можем уже, как бы, представить, что ее, без нее уже, вот, облик города, я так считаю. Что она стала символом уже города, символом республики, и, в общем-то, вот сейчас уже люди притягиваются. Раньше была критика. У нас вот творческая группа была, вот, значит, кроме меня там были еще четыре человека, там было три архитектора. Архитектор Владимир Филатов, потом Анатолий Орешников, потом, значит, Новоселов Юрий и доктор искусствоведения Трофимов Алексей. Вот, и у нас такой тандем получился, работали слаженно, творчески. Сделаны из долговечных материалов и инженерная конструкция интересная, то есть она, ну, правильно все рассчитывали. Сама скульптура сделана из листовой меди, методом выколотки. Вот, внутри конструкция, конструкция, которая превышает более двух раз, значит, по весу, чем сама, вот, будем говорить, поверхностная вот эта вот сама скульптура. Потому что она сделана, ну, из, ну, как и филевая башня, в общем, конструкция очень сложная. И натянута на тросах, имеет вибрацию специальную, которую, ну, мы знаем, что там, ну, в общем, при расчетах она не должна была там жестко закреплена, а имеет специальную вибрацию. Постамент на основе космогонических представлений народа, древнего народа. И здесь это модель мира. Модель мира и овалы с трех сторон, и там изображение солнца. Что значит, там чувствовалась вечность образа матери, вечность самого монумента. Это, ну, конечно же, и сам народ. Вот, это самое главное застрещение, и мне кажется, это получилось. И сама вот она своим жестом объединяет, как бы, всех нас, людей, чувашский народ, живущих здесь, как говорится, горожан и людей республики нашей. За это время мать-покровительница стала известна далеко за пределами Чувашии. Благодаря Чебоксарскому международному кинофестивалю и фестивалю фейерверков, небольшие ее копии разлетаются по всему миру. Ежегодно статуэтки Ане становятся главными призами фестивалей. Скульптур постоянно в работе. Каждый год открываются созданные им памятники, посвященные людям или событиям. К примеру, памятник офтальмологу Святославу Федорову. На классическом строгом постаменте полуфигурное изображение ученого. В образе, созданном Нагорновым, есть внутренняя правда. Не случайно вдова ученого Ирэн Федорова без минуты сомнения приняла его. Но не все задумки мастера воплощаются в долговечном материале. В их числе и мемориал погибшим хоккеистам команды «Локомотив» в Ярославле. Но проект заметили. Он был отмечен среди десяти эскизов на открытом национальном конкурсе в 2012 году. Взялись за такой грандиозный проект создать мемориал архитектором Филатовым Владимиром Николаевичем. Совместно. Творческий такой союз у нас был. Впереди символическая композиция. Это как бы символ трагедии. Ну, такие осколки самолета, как бы абстрактная композиция, которую я уже показал. Спускаемся вниз, оказываемся в музее. Поднимаясь вверх, оказываешься под куполом. А купол большой, 28-метровый, значит, высота 14 метров. Это флаги стран, из каких стран погибли, как бы, да, символизирует вот страны. Из-под, сверху купола спускается. Вот на таких стягах, будем говорить, парусах, мультимедийным способом, современным вообще, понимаете, объект такой должен быть, должно происходить действие. Там, значит, фрагменты игры, фрагменты, допустим, памяти, печали. Такой подход, который, ну, совершенно новый. И все 37 фигур погибших должны, как бы, располагаться понизу, под куполом, вот, ну, в этом. Они должны быть узнаваемые, бронзовые, как восковые фигуры, но только в бронзе. Совершенно новый объект, который, как бы, получал бы город, но из-за того, что это дорогостоящие, они отказались. Они решили все-таки попроще сделать. Мы сделали неплохую работу, по крайней мере, она нам обоим принесла такое творческое удовлетворение. Там много было сил, усилий, времени, мыслей, вот, много вариантов было. Ну, многое предлагали, но ничего, зато мы отметились. Стравнительно недавно, в мае 2012 года, в исторической части города, на Чебоксарском Арбате, появилась скульптурная композиция. Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Воробьянинов. Владимир Нагорнов работал над скульптурой более трех лет, но не по своей вине. Скульптура уже успела полюбиться горожанам и гостям города. Каждый норовит присесть на этот стул, сфотографироваться, а кто-то даже загадывает желание. Ну, вот, когда я, значит, начал работать над образами Остапа Бендера с Воробьянином, с Кисой Воробьянином, Ну, стал вопрос. По полгода заказчик не появляется, да? Я думаю, нет, не пойдет в глине лепить. Глина потому, что она сохнет, и я должен очень внимательно каждый день ухаживать. Я тогда задумал, так, надо купить пластилин. И вот поехал в Москву, 600 килограммов пластилина это привез. И вот стал лепить в пластилине. И правильно сделал. Длилось это около трех лет. И потом, значит, все это... Наконец-то они приехали, одобрили, потом начали формовать, и мы отлили ее в бронзу. Кстати, в наших же условиях в Чебоцаре. Вот лет семь или восемь вот такой вот был проект. Значит, это значит, купец Ефремов с супругой, ну, по улице Ефремова, вот, около своего дома, вот они прогуливаются. Здесь уже вот от солнца, от множества уже прошедших лет все разваливается. Вот это русалочка, которая, значит, рыбак несет добычу. Русалка. Ну, это для забавы, понимаете, не просто там рыбу, сетку с рыбой, а вот через иносказание, сказочность. Вот она упала сюда уже. Здесь вот это солнцем за лето уже тоже развалилось все. Понимаете, а, видимо, разваливается потому, что руководители почему-то не спешат, а это же время проходит, и мне уже обидно становится, что в процессе столького труда, а все вот так вот гибнет. Идет близко к людям в размер человеческого роста, ну, где-то метр девяносто, потому что на улице всегда уменьшается, и поэтому чуть-чуть нужно побольше. Вот со своей супругой дань уважения. Володя хорошо выучен, хорошо, хорошую получил школу. Вот, по характеру такой, втунчивый, собранный. Вот, руки, руки Володи хорошие, такие, и умеет, и чувствует, и крепкие. Вот, хорошо знает историю своего народа, в отличие от многих-многих, в том числе и меня. Владимир Борфеевич Нагорнов – один из тех представителей народа. Это думающий, интересный человек, скульптор, художник, философ. Творство его богатое. Он всегда советуется, как надо быть, и что надо делать, в какой форме, и что надо, внутри самого предмета, содержание, и так далее, цвет даже, какой материал, и так далее. Вот в таком понимании, конечно, он не только, я бы сказал, хороший товарищ, но и отличный мастер, отличный человек, который понимает. Вот за эту человечность великое спасибо. И не только от меня, спасибо великое, конечно, от нашего народа, и, я бы сказал, значит, от российских народов. Почему? Потому что Владимир Борфеевич хорошо знает Санкт-Петербург, отлично знает Москва и соседних республиках, особенно в Татарстане и Ульянской области. Вот так как я много уделяю внимания, значит, это работе, творчеству, ну, конечно же, мы как, ой, эгоисты, что ли, получается, художники, мало уделяем внимания, и на нас бывает обижается, что мало. И поэтому, конечно, ну, трудно, трудно. Дочь у меня учится в Москве, в Институте дизайна и технологии. Там, значит, как дизайн, аксессуары, в общем, костюмы, ну, аксессуары. Это получается, что как в индустрии моды, будем говорить. А супруга у меня, она работала в театре, ну, уже долгое время, как говорится, как после рождения дочери, уже как дома, дома она. Вот. И поэтому, конечно, я скажу, что очень большое, что ли, вот, ну, терпимость имеет, большой терпимость, потому что, ну, сами понимаете, это сложно, когда вот что-то делаешь, скульптура, это моментальное, так сказать, искусство, да, вот, и сложно. И поэтому, значит, она терпеливо давала возможность мне развиваться, работать. И, как говорят обычно, 50%, наверное, из этого можно, должны отдать именно супруге. Не было ее поддержки, и, наверное, не было бы такого объема осуществленных работ. Мы познакомились давно, давно. Это еще, когда я в Чебоксарах находился, где-то после училища здесь. Я вот приехал в Чебоксар, два года здесь работал. После двух лет я уехал, уже поступил в Москву. Вот, в этом промежутке мы познакомились. А уже в годы учебы, когда я сюда вот приезжал, мы женились. Мы тогда поехали на мотоцикле, в ЗАГС, нечего даже было одеть. Все просто. Жизнь начинали по чемоданам. У меня чемодан, у нее чемодан. Вот и все, ничего не было. Родители тоже ничем не могли так сильно помочь. Вот. И мы как-то вот несколько друзей там собрались, пошли, расписались на мотоциклах. Начав взрослую жизнь с одним чемоданом, Владимир Нагорнов к сегодняшнему моменту собрал такой багаж, который не войдет даже в самую большую коробку. В мастерской скульптуры скопилось довольно много работ, из которых можно состоять экспозицию большой выставки. Естественно, это богатство еще надо изберечь. А это уже задача не только властей, но и наша с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин